Ярчайшим событием празднования дня рождения Манчегорска стало открытие литературного парка в Центральной детской библиотеке. Его создали благодаря поддержке Кольской горно-металлургической компании. Хорошая погода позволила всем, кто собрался в этот день во дворе библиотеки, сделать праздник нашего двора ярким, звонким и запоминающимся. Любимые герои из мультиков пришли на праздник, чтобы вместе с ребятами порадоваться новому удивительному уголку города. Они предоставили слово гостям и организаторам праздника. Ребята, вы знаете, вот в Мурманске нет ни в одном городе литературного парка. Манчегорск – это первый город, где такой парк появился. От имени всех вас, от имени всех жителей Манчегорска спасибо всем тем, кто имел отношение к появлению замечательного парка. Дорогие дети, самое главное сейчас – сохранить все, что взрослые вам подарили. Очень хочется, чтобы у вас была более насыщенная литературная жизнь. Здесь очень интересно и познавательно вам будет заниматься, познавать что-то новое, участвовать в разных играх. Это все для вас – подарок в честь дня города от всех взрослых. Как здорово, что можно порегать по разноцветным камушкам. Да нечего, так незатейливо выложено. Что понимаешь, здесь не только трудились, здесь еще очень хорошо выдумывали. Вот вам, выдумывалщикам, здесь и продолжать. Я согласна с Чебурашкой. Здесь главные дети. А Кольская компания, которая вложила самый большой финансовый вклад, получает от всех от вас большое спасибо. А придумали действительно много интересного. Уникальность парка в том, что здесь органично сочетаются и полянки сказок, и летний зрительный зал со сценой, и лабиринт, и уголки для самых маленьких. Причем сделано все это с большой теплотой и любовью. Скульптуры, которые вы видите, выполнил нам житель нашего города Олег Владимирович Шангин. Прекрасные фигуры, замечательные, детям очень нравятся. Они здесь вокруг прыгают, задают друг другу вопросы, и тут же отвечают на них, кто это изображен. Всем очень нравится, и не только детишкам, но и взрослым, которые проходят по нашему литературному парку, обязательно сюда заглядывают. Надежда Наумочкина – автор идеи литературного парка. О его создании она мечтала много лет, но воплотить идею в жизнь удалось лишь только после того, как Кольская горно-металлургическая компания объявила конкурс социально значимых проектов на территориях своего присутствия. Что касается социально значимых проектов, Кольская ГМК их запустила конкурс в августе прошлого года, и, как вы видите, результат налицо. В Манчегорске не только создаются различные культурно-досудбивые центры, но и также облагораживаются детские площадки, спортивные площадки. Ну а результат сегодняшнего мероприятия – вот увидеть вот эти горящие глаза детей, конечно, которым с удовольствием участвуют во всех конкурсах, конечно, мы ставили перед собой задачу именно вместе с администрацией города реализовать проект, в котором для детей, конечно, самое главное для детей, для будущего Манчегорска. И это станет для города культурно-досудбивым центром, где можно будет не только поиграть, но и пообщаться, почитать литературу разнообразную. Я думаю, что проект удался. Его надо просто продолжать и развивать далее. Ребята с восторгом приняли такой замечательный подарок ко дню рождения Манчегорска. Они с удовольствием читали стихи, участвовали в конкурсах, катались на каруселях, фотографировались деревянными скульптурами. Спасибо, что построили этот парк. Мне кажется, самое интересное – это вот та вот стучка, которая крутится. Мне вообще нравится этот парк. Я буду всегда приходить и играть с друзьями. Ну и спасибо, что сделали этот парк. Праздник «А у нас во дворе», посвященный открытию литературного парка, порадовал и ребятишек, и их родителей, всех, кто принимал непосредственно участие в его создании. Ведь самая большая радость – увидеть воплощенный свою мечту.